Подавитель сотовой связи Здравствуйте! В данном видео мы подготовим к работе подавитель сотовой связи и мобильного интернета Alligator 80. На корпусе подавителя расположены 5 креплений для антенн, промаркированных разным цветом. Именно в соответствии с этими цветами нам необходимо расположить антенны. На красную позицию устанавливается антенна, отвечающая за блокировку частоты 4G Mobile в диапазоне 790-850 МГц. Зеленым цветом отмечено крепление для установки антенны в диапазоне 2110-2170 МГц. Диапазон 3G. С желтым цветом промаркировано крепление для установки антенны на подавление частоты GSM-900. Устанавливаем антенну. Следующий цвет – синий. На синий цвет устанавливается антенна, отвечающая за подавление частоты GSM-1800 МГц. Белый цвет. Им отмечено место для установки антенны для подавления частоты 4G LTE в диапазоне 2620-2690 МГц. Итак, антенны установлены на подавитель в соответствии с цветами маркировки. И следующим нашим шагом будет подключение подавителя к адаптору питания от сети. Напомню, подавитель запитывается от сети, от адаптора питания с 220 на 12 Вольт. Подключаем адаптор к сети постоянного тока. На задней панели прибора находится вход для адаптора питания. Подключаем и затягиваем крепежную гайку. Обратим внимание, что на панели прибора присутствует переключатель Function Switch. В нашем варианте переключатель должен стоять в положении Local. Local – это управление подавителем в мануальном режиме. Присутствует также позиция Remote, которая отвечает за управление подавителем при помощи пульта. В нашей комплектации пульта нет, поэтому оставляем переключатель в позиции Local. Нажимаем переключатель On-Off. Загорается зеленая светоиндикация, которая свидетельствует нам, что подавитель подключен к сети и готов к выполнению своих функций. В следующем видео мы продемонстрируем возможности подавителя Alligator 80 на практике. Продолжение следует...